Слава Богу На победу, на победу вражьих, козней, на победу греха, на победу самого себя, на всю победу, которую надо победить, с которой надо бороться. Но более всего победить самого себя, победить свое «я» и смириться с тем, что Господь, Отец Небесный и наш Господь Иисус Христос дает свои правила живительные, живые для того, чтобы мы жили. И мы немного постановили с молодежью, или молодежь просит, чтобы не только молодежь проповедовала, а и старшие уже делились своим опытом и Словом Божьим для наставления. И в дальнейшем мы будем так и делать. Сегодня утром брату Давиду времени просто не хватило, но он ведет служение. Но мы будем стараться, чтобы так было, чтобы делились старшие своим опытом и подсказывали молодежи. Мы будем сегодня читать, то есть я буду говорить о заповедях, точнее об одной из заповедей Господних. Те, которые мы знаем, 10 заповедей мы знаем. И, как говорят в народе, в том есть нужда. Не потому, что просто мне пришло на мысль, а есть в том нужда. Поскольку я с ними тружусь, я с ними занимаюсь, и я вижу, что надо об этом сказать. Почему? Потому что, чтобы, если забыли, чтобы вспомнили и научились, чтобы Бог благословил. Но Бог даст свое благословение, если мы будем благоговеть перед Словом Его Святым и тем самым научать своих молодых. Бог, когда... Давайте начнем с того... Я буду говорить о четвертой заповеди, помни день субботний. Бог, когда сотворил землю, естественно, Он поставил, сотворил человека, и Он дал ему всю землю в повиновение. Все сотворенное живое Господином сделал его Господином земли. Это написано в Бытие 1 глава 26 стихе, где Бог сказал, что сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и также Его сотворил. Сотворил Его в шестой день, то есть в пятницу Он Его сотворил, Бог человека. И поставил Его Господином, и все покорил Ему, чтобы Он был Господином. Зверей полевых, все-все сотворенное, и Он сотворен прежде всего на правду. Человек был сотворен на правду до своего согрешения, до своего падения. Чтобы творить правду, быть образом Божьим или обликом Божьим, и быть на земле, как тот, который от Бога, или тот, который Божий. Бог его на это сотворил. И в Бытие 2 глава 5 стих мы смотрим дальше о том, что говорит 2 полустищие. «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Вот человека еще не было, Бог все сотворил, но человека нет, и надо его сотворить для того, чтобы Он возделывал землю. Чтобы земля приносила плод, произрастала плод, чтобы земля была хороша. Чтобы на земле было приятно жить, чтобы было все по правде Божьей, и Божье благословение было. Но что дальше? Смотрите, братья и сестры, Бытие 2 глава 2 стих. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И когда мы читаем Марка 2 глава 27 стих, где Иисус Христос освящает этот вопрос, «И Он говорит, что суббота для человека была сотворена, хотя человек на день раньше сотворен, но суббота была сотворена, то есть это седьмой день, пятница это шестой день, но суббота была сотворена для человека, не человек для субботы был сотворен Богом нашим. Все сделано и сотворено очень разумно, точно и правильно, для того, чтобы оно, как говорят, функционировало, то есть работало, действовало, и Бог совершает такое дело большое, которое сказал нам Иисус Христос через Священное Писание, что суббота для человека. И надо этим воспользоваться, надо это понять, надо это принять, надо это иметь, и что мы имеем за это? Слава нашему Богу. Мы когда будем читать в дальнейшем 58 главу Исаии, и там есть такой стих, что «дам тебе вкусить наследие Иакова, отца твоего», мы к этому дойдем. Но давайте мы посмотрим место Писания, о котором говорит уже Израилю. Когда Бог до этого, если мы вернемся еще немного назад, когда Бог сотворяет Адама, и в Адаме Он дает субботу, и Он дает для всего человечества, для потомков Адама. Об этом может подтвердить Священное Писание, говорит, как в Адаме все умирают. То есть от Адама унаследовали смерть. От Адама мы унаследовали вот эту природу человеческую, какой я сейчас перед вами стою, то есть наружный нас, внешний наш облик, мы унаследовали от Адама. Бог так благословил. И естественно, день покоя мы также унаследовали от Адама. И мы также сотворены на правду, творить правду. Чтобы принять день Господнем, надо этим смириться и надо понять, что это дано Адаму, а в лице Адама дано всему человечеству. И мы это наследие имеем. Но когда Израиль уже Бог организует или образует Израиль Бог, и тогда Он говорит ему в заповедях в 21 главе, в 20 главе, исход Он говорит с 8 стиха, «Помни день субботний, чтобы светить». И это местописание обычно все мы знаем. Мы знаем это местописание с детства. Нас это учат. Если что, потом на классах водного крещения повторяем. И если кто, немножко слабенько, тоже подучим эти стихи, чтобы знать, чтобы помнить. И давайте обратно ворачиваемся назад. Адаму Бог дал. Но когда приходит время или стадия Израиля, то тогда ты помни, потому что вам когда-то было дано в Адаме раньше. Вот сейчас ты это помни. Мы обычно говорим, что помни всегда, если ты дом покупаешь где, чтобы ближе было к церкви или еще что-нибудь на работе, ты это помни. Но помни то, что это дано всему человечеству. И Бог об этом напоминает в этой заповеди. Могут некоторые говорить, что это для Израиля, и с Израиля это началось. Совсем не так. Это началось с Адама, и надо помнить. Здесь Бог напоминает через Моисея и дает заповеди, и говорит, чтобы помнить. Если помнить, надо об этом не забыть. Если человек забыл, значит он исполнять не будет. И как помнить? Вот такой вопрос бы я задал. Как помнить? Естественно, иметь в разуме. Естественно, если забыл читать Библию. Библия такая книга, которая действительно возбуждает чистый смысл. Напоминание. Прочитал? Напомнилось. Может быть, что-то забыл? Библию прочитал. Нашел, где они написаны? И это делать постоянно. Бог знал и предвидел, что человечество забудет. И поэтому Он через Моисея сказал, что помни день субботний. И всегда его помни и исполняй его. Почему помнить? И для чего помнить? Для того, чтобы человеку дано шесть дней. И вот в шесть дней труда и забот. И один к шести, один день Господу, шесть человеку. И в эти шесть, я думаю, дней настолько хватает поработать, подумать, даже посуетиться. Может быть, бесполезная какая-то суета была. Какие-то переживания были земные. Настолько хватает. И один день, который Бог дал, сам почил в этот день и дал человеку. И вот шесть дней работы, я дальше читаю. И делай в них всякие дела твои. Одень седьмой суббота Господу Богу твоему. Отдать его надо Господу. То есть его святить и отдать Господу. В этот день не работать. Мы это все хорошо знаем. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твоя, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. И вот если мы повторяемся немножко. Шесть дней работали, наработались, устали. День покоя приходит. Надо отдохнуть. Нам надо отдохнуть тому, что у нас. Чтобы все отдохнули. Прежде всего, наша внутренность, наш разум. Мы должны успокоиться. Если наша внутренность будет спокойна, то и мы будем спокойны. И этот день принесет нам покой. Этот день принесет нам отраду. Этот день принесет нам благословение. Почему? Потому что его благословил Бог. Сам Бог благословил. Сам Бог осветил его, отделил. Осветил, сделал его святым или отделенным. Отделил его от всех дней. Он не равняется. Он разница с этими днями. Он должен быть совсем разный. Он совсем другой должен быть от этих будних дней, в которые мы суетимся, работаем, переживаем и все дела наши делаем. Совсем другой должен быть день. Если он отделенный и святой, то мы понимаем все и знаем, в этот день не работать. Не делать никакого дела. Но если на работу не идем, но есть другие делишки, которые может быть человек или молодой человек забывать и по слабости своей сделать. Это может быть происходить. Если мы начнем то, что Господне, то, что Божие, то, что Бог отделил, сделал его святым. Если мы начнем оттуда время брать, даже один час или, может быть, мыслю одну минуту, то не обкрадываем ли мы Бога, как написано в Малахии 3 главе, где идет речь о десятине. Не делаю ли я этого, если мыслю о своей работе, о которой я не доделал уже в пятницу, не успел? Не делаю ли я того, что Богу это не угодно? Моя внутренность, то есть мои мысли работают, сердце мое направлено, душою я там, и тогда, может быть, я обкрадываю. Но там написано в этой 3 главе Малахия, человек не понимает и говорит, чем мы тебя обкрадываем. То есть человек может, когда он уже в заблуждении, он может так вот думать себе и рассуждать, или, может быть, в молитве не скажет, но в мыслях себе, чем я тебя обкрадываю. Это все нормально. Я разумный человек, или, как греки говорили, homo sapiens, разумное существо, я понимаю, я мыслю, и чем я тебя обкрадываю. Это есть нарушение. И мы дальше посмотрим другое. Но вот мы подошли к 58 главе Исайя, и где говорится здесь такая вот мысль хорошая, которую всегда читают о субботе, и пусть оно принесет наставление и сегодняшний день напоминанием своим. 58 глава, 13 стих, могут братья высвечивать, если есть нужда. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей, во святой день мой, день Господень, не наш день, шесть дней это наши, для нашей работы, и будешь называть субботу от радостью, святым днем отделенным, Господним будешь его называть, чествуемым, это значит мы его почтим, мы его честь ему отдаем, Богу, и наше почтение к этому дню». Запоминаем, суббота сотворена для человека. Этому дню даем. Если мы даем дню, мы даем честь или почтение Творцу, который этот день сотворил, отделил и почил в этот день. И почтишь ее тем, о почтении мы уже говорили, что не будешь заниматься обычными делами. Об этом мы тоже слышали. «Угождать твоей прихоти». Прихоть – это говорит о том, что хотение. Мои хотения я должен сдержать. При хотении. То есть, мои хотения я должен сдержать. Я не должен подаваться своим хотениям. Поставить в чем-то меру. Поставить в чем-то такую меру, чтобы светился этот день. Мои хотения здесь не нужны. И еще есть пустословие. В этот день, может быть, не надо говорить простые слова, пустые слова, которые несут обыденные даже слова. Это не обязательно о работе. А слова, которые совсем ничего не значат. В этот день слова нужны, которые значат для нас. Для Господа, для нашего отдохновения, для нашего благословения. То будешь иметь… Вот здесь мы обратим внимание на слово «высоты». То будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли. И дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли. Но давайте, братья и сестры, начнем с наследия. От Адама мы унаследовали. Потом при Израиле было «Помни». Тоже мы унаследовали. Потом мы родились в верующих семьях. Наследство это перешло к нам. Как говорят, уже родители не выбирают, но кто где родился. И мы родились в тех семьях, где святой день, суббота соблюдался. И это наследие, которое собирали нам родители, или это благословение, там, дом купили, может быть, машину купили. Но прежде всего, вот это наследие, которое Бог дал и сотворил, еще земное наследие мы не получаем, когда женимся или замуж выходим. Но когда мы живем в родительском доме, мы это наследие уже наследуем, мы его уже получаем, мы его исповедуем, мы учим эти стишки. И нас родители напоминают, и нас побуждают к тому, что сынок или доченька, куда ты идешь, смотри, поступай вот так и так. Сегодня день субботний. Оденься прилично, как пустословить нельзя, говорить пустые слова, но также одень хорошую одежду. Прилично причешись, прилично будь вообще сам приличен. Веди себя прилично и достойно, и продуктивно, я бы так сказал, полезно для себя. Продуктивно это значит полезно для себя, чтобы был плод после этого. И смотрите, братья и сестры, после этого наследия, которое мы унаследовали, хотели мы того или не хотели, в любой момент мы можем отказаться от своего наследия, но о блудном сыне, если мы вспомним, он там о земном наследии имеется в виду, он говорит, дай мне, отче, следующую часть, то есть мое наследие дай мне. Он попросил, когда был уже взрослый, но он получал так же, как и мы в верующих семьях, наследия духовные от отца своего, от матери своей. Он не понял. Когда он наследие это духовное получал, он не понял, и он попросил только земное, а это наследие все ушло в сторону. И после того, когда мы это наследие имеем, и Бог говорит, я возведу тебя на высоты земли. И вот здесь мы подчеркиваем, что такое высоты земли, куда Бог возводит нас. Явно, какая высота и какие они. Если мы прочитаем вот 112-й псалом, а потом скажем, какие высоты на земле. Высок 112-й псалом, 4-й стих. Высок Господь над всеми народами, Господь над небесами, слава Его. Кто, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, на небесах, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Преклоняется, чтобы презирать, чтобы видеть, смотреть на небо и на землю. Бог на высоте. Но тут, где мы прочитали в 58-й главе Исаия, когда ты будешь иметь радость Господе, то есть то наследие ты получил, и ты имеешь радость Господе, и я возведу, то есть Бог тебя возведет на высоты земли. Теперь нам поможет история Израиля. Она нам поможет, история Израиля, очень хорошо, что такое высоты земли. Когда Израиль уклонялся от Бога, он на высотах строил себе дубравы, капища строил, это было. Но по какому примеру? По примеру того, когда Иудея вся нагорная страна. Храм тоже построен на холме. Исаака ведет Авраам, чтобы Бог ему повелел, ведет на гору. Иисус Христос на горе. Это простые высоты, то есть в мышлении или в менталитете Израиля зайти на высоту, это поклониться Богу, или принести жертву, если это Богу, но не отклонение к идолам. И следующий момент, это говорит о том, если ты принял наследие, это в наше время, если ты принял наследие Отца твоего, если это благословение ты принял, то я возведу тебя на высоты, то есть в дом молитвы. Ты будешь постоянно на такой высоте, ты будешь в молитвенном состоянии, ты будешь с народом Божьим, это твоя высота в наше время. Не надо буквально восходить, это со дней Иисуса Христа, когда Он говорил с Самарянкой, уже не здесь и не на этом месте, это была высота. Вы говорите, что на той горе кланяться, а наше, говорит Самарянка, на той горе кланяться. Нет, на те высоты нет. Есть высота в наше время, когда принимаешь наследие, то Бог возводит на высоты. И всех, кого мы здесь видим, они на высоте Божьей. То есть в собрании Господнем, в служении Господнем, они сегодня, молодежь, сколько трудились, чтобы славить Его пояснопение. Вот те, которые проповедь готовили молодые братья и сестры, тоже через это слава. И когда они здесь, они с Господом. Когда они на высоте, тогда они с Господом в этот день, который отделенный, освященный, они в собрании народа Божьего. И они в Господе. И они выше всех земных. Выше шести тех дней. Они на высоте. Те дни их не смущают, они их не мучают, они нас не мучают. Они нам не дают беспокойства. Они дают нам покой, потому что это день покоя. И Бог благословляет и дает помощь свою с небес. Теперь подходим к тому, где Премудрость Соломон говорит, 6 глава, 10 стих, «Ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание». «Этому надо научиться, чтобы хранить святое, то, что освященное, то, что Богом благословенное, то надо хранить. Научившиеся тому найдут оправдание. Надо поучиться, и благословение будет с нами». Братья и сестры, именно, смотрите, если мы еще прочитаем, и после этого будем подходить ближе к молитве, и немного я скажу, от чего мы должны, или молодежь наша, остерегаться в наше время, и мы, как родители, на что должны обратить внимание, когда с дома они выезжают, ну, может быть, вроде бы в церковь едут, или идут. На это мы обратим внимание. Но давайте мы прочитаем 2 Параллепименон, 36 глава, 21 стих. «Доколе во исполнение Слова Господня, сказанному устами Иеремии, земля не отпраздновала субботство их, во все дни запустения она субботствовала во исполнение 70 лет». Народ израильский взят в плен за то, что они не приняли в Адаме день субботний, покой, за то, что они забыли, когда на Синае была дана заповедь, помни день, который я от Адама осветил, от сотворения, ты его помни, за то, что они его не помнили, и они были отведены в плен на 70 лет. Для чего? Для того, чтобы земля отпраздновала свои дни, то есть 70 лет, отпраздновала субботы свои, то есть дни покоя отпраздновала. Когда мы слышали вначале, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, и он сотворен на то, чтобы творить правду, и он на то, чтобы услышать Бога, и для того, чтобы возделывать землю, и вот смотрим, братья и сестры, земля и человек связаны, и здесь же стоит суббота. И за то, что суббота нарушалась, и земле было не так спокойно и благоприятно для земли, где они жили, а Бог им дал красу всех земель. И Бог говорит, эта земля моя, не твоя земля, это ты пришлез у меня здесь, на этой земле. И он дает ему эту красу всех земель, и вот человек не удержался точно так, как в раю. Хотя два предупреждения. Бог водами дал, и в Моисеи предупредил, чтобы помнить, пусть Бог нас благословит. Когда в наше время, я сравниваю с нашим временем, в какой плен, если мы нарушаем то, что Бог осветил и благословил, или кто-то из нас, в какой плен, куда кто пойдет? В какой плен пойдет, или враг его захватит? Возвращаемся обратно к слову, высоты, вот здесь точно того человека не будет, потому что для него это было тщетно, потому что он не обратил на наследие Иакова, отца своего, он не обратил внимания на слово Бога, который говорил «помни, не забывай, помни об этом дне, помни о том, что я сказал, и его здесь не будет». Не будет на высоте, он уже в плену. Но народ Божий должен молиться, чтобы тот, как блудный сын, второй раз напоминаю я сегодня, вернулся, чтобы он пришел, чтобы он зашел в покой, в святость, в отделенный день Богом, тот, который надо святить, и пребывал в покое, и славил нашего Бога. Для этого Бог нас благословил. В наше время, которое существует, очень, очень такое оно, близкое предпришествия Иисуса Христа, и в это время враг очень ополчается, чтобы губить народ Божий. В наше время, может быть, какие опасности? Я знаю, что за это, в то время, когда наша молодость, и раньше за это привлекали к ответственности в церкви, за то, что можно, кроме собрания, идти или ехать в собрание, можно позволить себе что-то купить, можно просто заказать по телефону, и тебе привезут, и также снимут деньги. Все настолько просто. Технология шагнула для греха. Не просто для блага человечества, но и грех развивается с этой технологией. Я не против технологии, никогда не был. Для меня просто читать Библию с электроники, или на камнях написанную, или на пергаменте, на чем, на кожах, мне разницы нет. Вот. Я не вижу здесь никакой разницы. Но технология немного разрушает. Разрушает мораль человеческую. Можно поехать не туда, куда надо, или пойти не туда, куда надо. То есть в местах бесплодных и непотребных, не быть на высотах Господних, не быть в Церкви Божьей, не быть с народом Божьим, не петь песни прекрасные во славу Бога, и не готовиться для славы Божьей. Это можно потерять. И когда мы имеем попечение, и мы те, которые, родители собирают наследство для детей своих, те, которые это наследство приняли от отцов своих, и передать мы их должны своим детям, особо надо переживать. Хотя, так с юмором говорят, две заповеди, седьмая и четвертая, в нашем народе, других нету. Нет. Они есть другие заповеди, и о них тоже родители переживают. Но этот день, свято, хранящий святое, надо его почтить. Поэтому, может быть, мало у нас посещаемость, потому что мы остались не на высоте дома, потому что те шесть дней, наполненные и переполненные, одолевают меня. Они ниже спускают, быть где-то в низине, в долине, или, может, ниже долины быть, где-то в низине. Пусть наш Бог благословит и поддержит. Об этом я хотел сказать, об этом, чтобы мы знали. И, напомню еще, многое другое. Посмотреть. Отрока написано, видно по занятиям. Посмотреть каждому на своего. Не говорить, чтобы я отсюда не говорил, не звонил детям, Павел Степанюк, чтобы не звонил родителям, детям не звонил, никому не говорил. Это порождает неприязнь. Это порождает моего видишь, другого ты не видишь. Каждый проверяет дома, каждый смотрит за своим ребенком, видит своего отрока или своей девицы по занятиям, знает, когда, если он куда-то поедет из дому на три дня, на два дня, как он будет поступать. Все каждый знает. Знает себя, знает своих детей. Не просто наследие, которое он передал Господне, так наследие еще унаследовали дети наши. Мои привычки, мой темперамент, мой характер, может быть, кто-то в какой мере, и все мое. Зная себя, мы знаем своих детей. Пусть нас Бог в этом благословит.